Сегодня 30 октября понедельник. Смотрите выпуски новостей телеканала АСА. Ностальгия по комсомолу собрала Ачинцев на празднование юбилея ВЛКСМ и презентацию книги Татьяны Игнатовой. Смотрите, сколько воспоминаний у тех, кто строил Ачинск. Другого источника, кроме мясокомбината, нет. Минэкологии наблюдает за предприятием, на запах от которого жалуются жители привокзального. Завтра намечается серьезный разговор. Ачинца завалило под старым бараком. Мужчина выжил, но попал в реанимацию. Подробности прямо сейчас. Вот под такими завалами чудом остался жив Ачинец. Мужчина попал в реанимацию, когда самостоятельно разбирал аварийный барак. Все произошло в минувшую пятницу на улице 40 лет ВЛКСМ. Дом давно расселен. Пока его не снесли, люди разбирают, кто на стройматериалы, кто на дрова. Сигнальная лента, от которой тут только обрывки, не останавливает ни взрослых, ни детей. Подростки тут тоже собираются, как рассказывают очевидцы. Тут не то, что куски стен выпиливать. Тут прикасаться к оконным рамам страшно. Скорая доставила пострадавшего в больницу около 11 часов дня. По нашей информации, предварительно медики диагностировали у пострадавшего синдром длительного сдавливания. Мужчина 79-го года рождения был в сознании. Также у него есть ушибы. Сегодня, как выяснил телеканал ОСА, его перевели в травматологию. Его состояние средней тяжести. 44-летний оченец не работает. Как долго он провел под завалами и был ли один, неизвестно. Тут несколько раз был пожар. В августе новости ОСА рассказывали, что пожарные только за неделю тушили бывший дом несколько раз. Но кроме этой развалины в Ачинске еще не один десяток опасных руин. Это и здание в Старом Центре, и бывшие МТТ, и ветхие дома. По информации мэрии, до конца года планируется снос 10 расселенных бараков. Этот в их числе. По другим пока никакой ясности. В прошлом году под завалами рухнувшего барака в Солнечном тоже пострадал человек. Другого источника, кроме мясокомбината, нет. Замминистра экологии Юлия Гуменюк сообщает в своем телеграм-канале, что к ним обратились жители привокзального района Ачинска. Напомним, активисты создали настоящее народное движение «Дайте привозу дышать». Десятилетия люди страдают от вони в этой части города. По соседству со спальным районом работает мясокомбинат «Зао Назаровская». При осмотре территории инспекторы Минэкологии подтвердили, другого источника здесь нет. Сейчас, как пишет замминистра Юлия Гуменюк, они продолжат наблюдение с передвижной лабораторией. Ранее новости ОСА рассказывали, мясокомбинат проверяет Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. А мэр Игорь Тетенков озвучил, какие уже нарушения выявлены. Это и проблемы с канализацией, и ненадлежащее складирование отходов производства. Валерий Исаев, владелец «Зао Назаровская», не стал ничего комментировать телеканалу ОСА. Позже в газете он заочно ответил на претензии ачинцев, что люди сами выбрали себе место проживания рядом с мясокомбинатом. Завтра по плану в мэрии пройдет встреча общественников, экологов, властей по проблеме чистого воздуха в привокзальном. По словам мэра, туда приглашали и Исаева. Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. Это может отразиться и на качестве. Подрядчик получает штрафы, а горожане посылают негатив на все благоустройства. Реновация Кравченко рискует уйти под снег, а ранее отремонтированные пространства разрушаются от некачественной работы проектировщиков и подрядчиков. У вандалов тоже чешутся руки вырвать саженцы, сломать качели или разбить остановку. Пока самым затянувшимся благоустройством была площадь Гордыка. Ее в 2020-м принимали 11 ноября и то с недоделками. Бронза в сомнительном первенстве за улицей Зверева. В тот же год она сдалась всего на неделю раньше городской площади. Автомойка Аврора. Новый современный комплекс для автомобилей любого класса. Мойка кузова и салона. Снятие налета и битума. Химчистка и нанесение защитных покрытий. Воск, антидождь, кварц. Комфортное ожидание в зоне отдыха даже с детьми. Автомойка Аврора. Улица Манкевича, строение 29. Телефон 8-923-321-1321. Сет пальчики оближешь от Суши Мастер. Всего за 999 рублей. Суши Мастер. Подробности на сайте суши-мастер.ру РБТ.ру снижает цены, чтобы сделать комфорт доступным. Позаботьтесь о себе вместе с губернскими аптеками. Скидки до 50% на товары для здоровья. Витамины, БАДы, уходовая косметика собственного производства. Спрашивайте в аптеках сети губернские аптеки. Только в аптечном центре на Кравченко 7А. Косметика известных брендов La Roche-Posie, Vichy и Aven. Акции 1 плюс 1 на наборы Салгар и Эланс. В наличии кардиом Q10. Здоровье рядом в сети губернские аптеки или на сайте 24формация.ру. Ресторан «Новая крепость». Банкеты, свадьбы, корпоративы. Вкусно, уютно и недорого. Молодоженам на свадьбу люкс-подарок. Куратачинс, улица Крупской, 28. Бронирование по телефону 68898. Компания Синт представляет тариф интернет плюс телевидение. 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Неограниченный просмотр любимого видеоконтента на YouTube и ИВИ. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. Ачинцы сообщают о лесоповале в авиаторе. Вырубка тут началась с пятницы в районе дома номер 59. Со времен развала Авату заросли превратились в настоящую чащу с буреломом. А навести порядок тут не мешает и на большей площади. Выглядит все как расчистка территории вдоль дороги. ОСА выяснила, тут работает подрядчик Красэко. Действительно, рабочие расчищают место для прокладки линии электропередач к частным коттеджам. Вырубка согласована. Снесут 8 тополей, 2 клена и мелкую поросль. Как сообщили в Красэко, закончить должны на этой неделе. А за собой все уберут. Как в комсомольские годы чеканит шаг знаменная группа. Воспоминаниями делятся Ачинцы, чья молодость прошла под знаком ВЛКСМ. Это мой билет. Я его сохранила. Вот он, моя фотография. Ой, 50-летней давности, да. И значок. В минувшее воскресенье Ачинцы отметили день рождения ВЛКСМ. У каждого, кто пришел сюда, есть своя комсомольская история. Я не была активным членом комсомола, но все равно комсомол в моей душе. Вот поэтому я сохранила это все. И мне нравилось быть комсомолкой. Комсомольская биография Анатолия Зарубы – это студенческие отряды. На его счету две стройки, и оба раза бригада под его руководством становилась лучшей в крае, а затем в Союзе. Это студенческие строительные отряды. Я был дважды в 70-м и в 71-м году. И все время был бригадиром. Вот. За первый строительный отряд у меня была лучшая бригада строительного отряда Краснодарского края. Вот мне вот такой знак выдали. А второй строительный отряд, мы работали, моя бригада, как говорили, за 69-й параллелью. То есть это Норильский, дальше Толнах. Вот. И там. Что такое вечная мерзлота, мы быстро собралили. Что такое комары в тундре и так далее. И тогда наша бригада стала лучшей бригадой всесоюзного студенческого строительного отряда Северной зоны. Николай Ашлапов, как лидер АГКовских комсомольцев, стал инициатором комсомольской стройки домов МЖК Вачинский. А этот день рождения комсомола стал встречей со старыми товарищами и коллегами. Комсомольская жизнь была очень бурной, говорит Ашлапов. Главное, что нам удалось, это построить 4 МЖКовских дома, 200 с лишним семей молодых, которые могли бы ждать 15 лет минимум, в свою очередь, на получение жилья. Они благополучно туда заселились. Мне это очень приятно всегда вспоминать. Я очень рад, потому что я увидел столько родных лиц, буквально в смысле родных. Во-первых, эти люди, это собственно те, с кем в то время, когда мы были молодые, когда мы были еще людьми, которым казалось вообще все по плечу, море по колено. То есть мы по любому бездорожью могли пройти, и казалось, ну не только казалось, но мы ломали вообще некоторые стены, которые, казалось, кому-то, может быть, показались бы не ломаемыми. Не расстанусь с комсомолом, вечно буду молодым. Это про Валентину Кудрявцеву. Вся ее трудовая жизнь была связана с пионерией и комсомолом. У меня комсомольская история почти длится всю жизнь, потому что я начинала со старшей пионер-вожатой. Потом я была секретарем комсомольской организации техникум, а потом была секретарем райкома комсомола и была председателем районного совета пионерской организации. А потом директором дома пионеров. И своему внуку, конечно, я обязательно вот сегодня одену пилотку, галстук, все свои ордена и почетные значки и скажу, Данила, вот такая была твоя бабушка. А самой почетной комсомолке на этом празднике почти 90 лет. Неважно, сколько вам лет, 50, 80, вы по-прежнему те же. Алеша, Таня, Света и другие имена, потому что мы знаем всегда, в душе вы вечно остаетесь молодыми. Мы никогда не забудем, как дружили и спорили, яростно не щадя о самолюбии, как строили и побеждали, как любили и верили в свои цели, верили в свою страну. На день рождения принято дарить подарки. Таким подарком стала книга Татьяны Игнатовой «Юность комсомольская моя». Она в черно-белом изображении, потому что это частица нашей памяти и она в прошлое наше время. 450 фото и 70 рассказов. Татьяна Игнатова работала над книгой 5 лет, а деньги на ее издание собирали все Мачинском. Это история городской комсомольской организации, но я же сразу говорила, что она в воспоминаниях ее участников. И поэтому каждый, кто поделился своими воспоминаниями, стали соавторами этой книги. Их, конечно, большое количество. Я всем благодарна, что они откликнулись на мою просьбу, поделились своими замечательными какими-то моментами в жизни, историческими фактами. И это выразилось в нашей общей комсомольской юности. Это не только учебник истории, но и книга о том, что такое хорошо и что такое плохо, считает один из ее соавторов, чьи воспоминания тоже попали на эти страницы. Именно эта книга, она дала возможность сейчас нам, сегодняшним, сказать нашим детям, что такое хорошо и что такое плохо. Причем, про сути, на собственном примере. Я не дирализирую абсолютно комсомол. Там всего хватало, как, собственно, во всяком времени, и сегодня, и вчера, и завтра так же будет. Но, тем не менее, вот это задокументировано. И можно сказать, вот так не надо. Вот это был перебор, вот это не берите в пример. А вот это лучше взять в пример и не быть таким, скажем, ну, не помнить прошлого или там делать какие-то поступки, которые не соответствуют морали нормального человека. Чтобы помнить и знать, Ачинская молодежь подготовила театрализованную инсценировку по страницам книги. А само издание на этой неделе поступит в городские библиотеки. Жизнь Ачинска полна интересных событий, о которых лучше всего расскажут сами жители. Наталья Сусанина и Евгений Кондрашов перелистывают важные страницы истории города. Вместе с теми, кто знает о Ачинске чуть больше, чем остальные. Совместный проект телеканала АСА и газеты «Город А». Первая полоса. Смотрите в эфире и читайте в газете. В ноябре. Субтитры предоставил DimaTorzok Продолжение следует... Для работающих, пенсионеров и детей. Диапазон роста примерно тот же. Величина прожиточного минимума сама по себе мало о чем говорит. Попробуем объяснить, зачем нужен этот минимум. Во-первых, это основа для большого количества расчетов. В частности, пособий, выплат, доплат и прочего. Например, на основе минималки для пенсионеров высчитывается доплата, если пенсия ниже, чем прожиточный минимум в регионе. Минимум для детей нужен для расчетов универсального пособия для семей с детьми. Причем оценивают нуждаемость в этом пособии по общему минимуму. А, например, прожиточный минимум для работающего населения учитывается при назначении универсального детского пособия для беременных, которые встали на учет на ранних сроках и находятся в трудной жизненной ситуации. А еще минималка влияет на размер взысканий по исполнительным производствам. Должнику обязаны оставить минимум. Кроме того, он нужен для формирования федерального и регионального бюджетов. Другими словами, зная величину минималки, власти будут знать, сколько нужно средств на соц. выплаты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok